Для кого-то осенняя пора – это время вдохновения, те дни, когда хочется гулять, писать стихи и пить кофе, сидя в уютном ресторанчике. Для некоторых же людей это период увядания всего живого, причем под этим понятием имеется в виду и внутреннее состояние человека. Как говорят специалисты, 25% от населения нашей планеты регулярно сталкиваются с утратой настроения в осеннее время года. Есть солнышко, есть часы какое-то время светового дня. И наш организм, хронобиологический наш механизм, они подстроены под вот эти вещи. И уровень, допустим, некоторых веществ химических в головном мозге, оно зависит от уровня вот этой инсоляции в течение суток. Здесь есть четкие определенные моменты нейробиохимии. Каждый человек сам для себя выбирает те рецепты, которые помогают ему справиться с осенней хандрой. Вот как рязанцы поднимают себе настроение в осенний период. Вспомнить, что мы любим, чем заниматься, с кем видеться, с кем встречаться, с кем общаться. Отдыхаю. Отдаю детей мужу и отдыхаю. Играми с детьми, хорошей музыкой, песнями. Попить хорошую чайку с мяткой, почитать хорошую книгу и думать только о позитиве. Сменить окружение и начать жить для себя. Заниматься собой, спортом и саморазвитием, это не дает грустить обычно. Спорт, кафе с друзьями, общение, дети. Спорт действительно может сыграть очень большую роль в поднятии настроения. Об этом говорят и специалисты. Спорт выступает в качестве такого нативного антидепрессанта, повышая уровень определенных, опять же, веществ в головном мозге. А для кого-то очень сильно помогает определенный, четко запланированный ритм дня, недели, месяца. В определенное время я просыпаюсь, я знаю, что мне немножечко тяжелее, но я делаю зарядку. То есть я знаю, что я проживу этот день, то есть я ложусь определенное время, то есть я гуляю перед сном. Кроме того, эксперты утверждают, что чувствительным к осеннему сезону людям стоит избегать любых психоактивных веществ, к которым относится и алкоголь. Никто не должен себя винить за то, что есть определенная реакция на сезон. Ученые доказали, что есть генетически предрасположенные к этому люди. Однако даже им не стоит накручивать себя. Тем же, кто столкнулся с большей проблемой, чем просто упадническое настроение, следует обратиться к специалистам. Такие признаки, как сухость кожи, обильное выпадение волос, пугающие мысли, боль в грудной клетке, бессонница и прочие сильные тревожные состояния могут говорить о том, что это не хандра, а переход к депрессии. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».